Это кадры с камеры наблюдения очага возгорания. За считанные секунды весь этаж оказывается в дыму. Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» начался около полудня по Москве. В Кемерово было 4 часа дня. Все началось на последнем, четвертом этаже. Именно там расположен кинотеатр и детский развлекательный центр. О том, что здание горит, люди узнали, когда появился дым. Пожарная сигнализация не сработала. По версии Следственного комитета, ее отключил охранник. Четвертый этаж, где кинотеатр полностью затемнен. Полностью в дыму, все горит. Народ весь в панике, дети плачут. Страшно. Все уже, все дымом. Первый этаж тоже затягивает. Пошмар какой-то. Первая информация о погибших. Четверть человек, трое из них дети. Позже в сети стали появляться сообщения школьников. Они не могли выбраться из зала, писали и звонили родным. Просили спасти. Некоторые прощались. Закрытыми оказались не только двери кинозала, но и запасные выходы. Кто-то бежал на крышу, кто-то пытался взломать запертые двери своими силами. Некоторые люди выпрыгивали из окон. Один из них, мальчик Сережа, 11 лет. Кроме сильного отравления, у него многочисленные ушибы внутренних органов. Сейчас он в реанимации. Состояние мальчика остается тяжелым, но есть определенные признаки, которые позволяют нам говорить о том, что есть сдвиги в положительную сторону. По словам очевидцев, некоторые охранники первыми покинули здание и не помогли людям. Сотрудники центра и посетители сами спасали друг друга. Нет, ребенок маленький, меньше трех лет. Он в игровой комнате в клетке сидел. Все выскочили, дети. А он один там остался. И ко мне не идет эта девочка, которая на билетах сидит. Залезла туда, вывела его. Я схватил его. Из крыши кричали. Там были уже пожарники, милиция. Минут, наверное, через 40 или больше только. Тогда подняли лестницу и мы спускались потихоньку вот так. Через 10 часов с момента начала пожара у центра частично обвалилась крыша. Появилась информация о локализации возгорания. В интернете кто-то вывел переговоры спасателей по рации. Огонь не потушен. Загорание идет как раз у теплителя на самом верху. Десятки погибших и пострадавших. Всю ночь цифры в официальных сводках увеличивались с каждым часом. К утру очередь из желающих сдать кровь пострадавшим превысила возможности станции переливания крови в Кемерово. Я сегодня в очереди с 8 утра. Вот время уже подходит к 10 и еще я даже не попала в кабинет. В городе объявлен трехдневный траур. Анна Ировая. Настоящее время.